приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзигет и давайте сегодня вспомним святителя митрофана воронежского вот если не вспоминать святых то мы просто про них рано или поздно забудем и действительно есть ряд святых которые в истории россии они имели огромный вклад не только даже вот в плане церковным но и в плане вообще созидания россии как государство а мы начинаем их уже забывать его святитель митрофан воронежский его уважал сам петр великий тот самый петр который вообще-то не особо понимал монастыри монашества и когда ему говорили про монастыри что ну ведь там же они молятся богу то петр недоумевал ну что что они молятся все молятся вот так он считал что зачем нужны монастыри если все православные христиане того времени и так молились но вот когда он познакомился со святителем митрофаном воронежским и общался с ним то да вот тут он увидел действительно такого необыкновенного старца благодатного старца потому что сам петр ему в общем то тяжело было побеждать где-то свои собственные вот страсти бывало там и выпивал и всякое у него по жизни было а тут он вдруг видит живого святого ну это действительно так и оказалось конечно канонизация намного позже но он уже и был святой в то время и петр первый его искренне уважал так вот святитель митрофан воронежский вообще это прежде всего конечно эпоха семнадцатого века очень сложная такая он рождился в 1623 году то есть времена вот только-только завершалось смутное время да и надо было еще много обустраивать и не упорядоченность и вот святитель митрофан рождается в это время это владимирские края он рождается вот по его собственному свидетельству о благочестивых родителей отец и мама они хранили искреннее благочестие прививали все это сыну но к сожалению почти нет никаких сведений только предполагается что отец его принадлежал к духовному сословию может быть был священнослужителем и но вот есть такие особенности нашего исторической науки не все нам известно даже от семнадцатого века и есть противоречивые сведения предполагается что вот святитель митрофан воронежский в рождении его имя было михаил предполагается что он тоже был долгое время вот священником до принятия монашества вот точно известно что он был женат точно известно что у него был сын по имени иван и он очень любил свою семью любил своего сына и вот эту нежность он пронес через всю жизнь кстати святитель митрофан он почитается как в том числе и покровитель семейного счастья то есть если у вас неурядицы в семье во взаимоотношениях там друг с другом да если что-то не ладится с детьми то обязательно обращайтесь к святителю митрофаном воронежскому потому что он все это прекрасно понимал еще при жизни тем более сейчас на небесах он видит наши нужды и когда ему молится то он отвечает и вот жил он семейной жизни а на сороковом году у него умирает супруга и он становится вдовцом и вот знаете бывает так что ну это не очень большое количество людей но им дается как бы вот две жизни прожить то есть бывает так что человек то так то сяк живет и потом вдруг какая-то тяжелая болезнь там или операция или еще чего-то и вот происходит пересмысление всего и уже во второй половине жизни он живет совершенно иначе как бы дается вторая жизнь а бывает вот тоже другие ситуации когда вот он жил семейной жизнью но супруга все она умерла ну в таком земном смысле конечно это господь ее забрал и тут тоже начинается новый этап жизни и у у святителя митрофана получилось как что вот около сорока лет он прожил как семейный человек да то есть в миру прожил а а потом еще целых сорок лет ему дается уже всецело посвятить себя богу и он принимает постриг монашеский постриг то есть вот как бы вторая такая жизнь дается ему от господа и поначалу постриг он принимает в такой вот малоизвестной пустыне золотниковский монастырь святоуспенский это все тоже владимирские края и и там он и думал прожить как бы в безвестности полной посвятив себя всецелой молитве и надо сказать что вот когда смотришь сведения вот это которые касаются его жизни да и его завещание сохранилось завещание его то поражает вот это его кротость его смирение любовь и видно что он никогда не был карьеристом то есть он никогда не ставил себе задачи там достичь какие-то достичь каких-то степеней получать какие-то звания награды выстраивать какую-то карьеру вот в 40 лет принимает монашеский постриг для чего вот просто в тишине молиться богу и быть поближе к господу и тут как раз сам господь устраивает что он его и поставляет нас на светильник то есть все начинают замечать его образ жизни уже через два года один из соседних монастырей яхармский космин монастырь там не было игумена и вот отец митрофан туда едет игуменом заботится о братья созидает строит храм и проходит некоторое время его уже начинают замечать и патриарх и аким его делает архимандритом и настоятелем монастыря который построил когда-то преподобный макарий желтоводский это унжинский монастырь и святитель митрофан он всю жизнь особенно почитал вот этого преподобного макария желтоводского это тоже вот говорю мы забыли этих святых мы даже имена их с трудом помним а ведь он такой же как преподобный антоний печерский сергий радонежский он близок таким вот как серафим саровский и он один из наших вот столпов духовных русской церкви монах который созидал тоже обители и своим молитвенным подвигом вымаливал многих людей потом даже получилось так что он оказался в плену у крымских татар в казани но потом его каким-то чудом отпускает расположившись к нему в виде его благочестия и он выводит с собой много русских людей обратно и вот как раз после этого еще один монастырь основывает на реке унжи и вот там именно там святитель митрофан воронежский пока вот еще просто вот как настоятель тоже трудится и очень много молится преподобному макарии унжинскому или макарии желтоводскому как еще его называют и вот после этого что происходит нужно было основывать много разных епархий это ведь 17 век время когда спора со старобрядцами в общем и такая вот неупорядоченность и смута в умах человеческих и для того чтобы наводить порядок нужно было больше епархий основывать патриархиаким именно отца митрофана приглашает и для того что решили создать отдельную воронежскую кафедру до этого воронежская кафедра она была в пределах рязанской епархии но рязанский епископ туда вообще не доезжал слишком много было храмов мест территории и ему было не до этих мест а в воронеже в воронеже там селились были сначала казачьи поселения для того чтобы защищать вот от набегов крымских татар там других каких-то вражеских вторжений потом туда ссыльные некоторые беглые и в общем территории эти были непростые и много старобрядцев и вот нужно было туда направить какого-то очень хорошего архиерея чтобы он мог в духовно-нравственном смысле преображать эти места и выбор пал именно на святителя митрофана а это 1682 год приглашает его в Москву а тут целая плеяда каких-то событий то есть вот его только-только избирают и посвящают его во епископа рукополагают уже и тут вдруг умирает царь Федор Алексеевич сын Алексея Михайловича очень благочестивый был правитель который лично знал святителя митрофана и когда он умирает то избирает ну а кого там сразу двоих это вот Петр Первый и брат его Иван который постарше был но чуть меньше отличался умом и сообразительностью так скажем вот и во время посвящения на царство именно святитель митрофан воронежский он нес венцы и венец возлагал именно на Петра и потом так получилось что именно с Петром Первым он как раз и соприкасался хотя конечно по характеру это были совершенно разные люди и вот он таким образом участвует в венчании на царство Петра который скоро станет собственно единовластным правителем а это все 1682 год святой митрофан в Москве а тут что там и стрелецкие бунты да то есть и вот эти вот погромы и какие-то политические дрязги и тут же опять обостряется ситуация со старобрядцами и проводят прение о вере да а народные массы волновались если бы вывели патриарха к людям там много было именно раскольнического такого элемента то его бы просто убили а поэтому проводили прение о вере в грановитой палате в Кремле и святитель митрофан тоже участвовал и там идеологи раскольнического движения среди которых Никита Пустосвят который вел себя очень дерзко в общем святой митрофан все это можно сказать с ужасом наблюдал и он делал правильные выводы что вот этот вот фанатизм раскольнический он неприемлем а для того чтобы его не было нужно духовное просвещение и впоследствии святитель митрофан как раз в воронежских краях он постоянно просвещал людей вразумлял учил и объяснял что из-за обрядов убивать друг друга смысл никакого нет это не служение Богу это как раз отпадение от Бога и в общем то ведь мы должны хранить верность Господу и догматам церкви а обряда это то что так сказать примыкает и бывает что в разные исторические эпохи и обряды тоже разные и какая разница в конце концов вот крестным ходом идти по салонь или противо салонь да ведь главное что идти с молитвой обращаясь ко Господу вот что главное а драться друг с другом из-за того что они пошли в одну сторону а на другом приходе пошли в другую сторону это совершенно глупо и говорит о том что любви христовой в нас нет и вот святитель Митрофан он и пытался это доносить людям и вот его направляют в Воронежскую епархию и там он просвещает людей там ну что ему его вручало конечно выручало его то что он жил свято вот надо прямо сказать то есть не карьерный человек который не ставил задачи никаких вот земных приобретений стяжаний поначалу даже жить негде он жил остановился на постоялом дворе и сразу посвятил себя молитве да упорядочению церковных дел укрепления храмов он кстати много старался его защищать в том числе и священников и повышать их уровень а ситуация в чем в том что из-за того что не было епископского надзора то и помощи со стороны епископа тоже долгое время не было и некоторые священники они подпадали под влияние мирских людей и были даже монастыри вот там скажем Борщовский Троицкий монастырь где вот многие казаки донские и другие они на старости лет принимали посты или больные да и невольно получалось так что само казачество оно начинало уже диктовать какие-то вот порядки правила то есть и это немножко так сказать вот переходило за грань поэтому святитель Митрофан он как раз вынужден был вот пытаться этому как-то противодействовать и этот монастырь он в конце концов приписал к архиерейскому дому да то есть под свое непосредственное руководство взял и чтобы не было там вот никаких таких склок и каждый должен знать конечно вот свое место и не нарушать церковное благочиние потому что монастыри они существуют для тихой скромной молитвы да для того чтобы раскаяться в своих грехах и исправить свою жизнь а не для того чтобы диктовать там какие-то свои мирские обычаи и вот святитель Митрофан он именно так и упорядочивал жизнь а свой архиерейский дом когда удалось вот создать этот дом обустроить то там же он устраивает в этом доме и богодель да и училище для детей и туда приходили вот и больные и странники то есть в идеале вот каким должен быть епископ как его всем нам хочется но мы все стремимся к какому-то идеалу да чтобы епископ там был совершенно такой вот и жертвенный и открытый людям и всем все вот так сказать вот раздавал дарил и исцелял то вот наверное был таким святитель Митрофан воронежский и он очень много бескорыстно молился он даже так вот когда узнавал что кто-то например утонул где-то да или скоропостижно умер не успел исповедоваться причаститься то вот за таковых он особое молитвенное брал правила вымаливал их чтобы господь их путь к небесам устроил он молился за воинов русского воинства и поминал на проскомедии павших в боях и говорил что вот если он благочестив то господь его лучшей участи сподобит а если он не был благочестив то вот мы и молимся и мы веряем его в милость божию и он сподобится вот этот павший воин тоже сподобится милости божией и святитель Митрофан он оказывался в такой непростой конечно ситуации то есть с одной стороны это вот фанатизм тех кто держался вот только за все старое это вот представители как бы раскольники старобрядцы и он их вразумлял пытался их так сказать вот как-то вернуть в лоно церкви а с другой стороны уже была иная опасность это ну как говорят сейчас вестернизация то есть ориентация на запад потому что Петр он пытался в том числе укрепить российскую державу за счет таких вот контактов с западными странами да приглашал западных специалистов ну и святитель Митрофан он в принципе не был против того чтобы заимствовать какие-то технические знания на западе но вот в плане нравственного влияния запада вот конечно святой Митрофан был категорически против он поддерживал Петра в его таких вот начинаниях ну допустим строительство флота ведь именно Воронеж Воронеж это является на самом деле колыбель российского флота это была основная верфь где строился российский флот чуть ли там ну не на 80% вот флота который выстроен а может быть даже и больше строился именно Воронеж а почему так да потому что оттуда легче было выходить на юг к Азовскому к Черному морю поэтому там в основном и строили а выход на моря был крайне важен потому что на Дальний Восток там слишком далеко да к Архангельску тоже далеко ближе было к Балтийскому морю но были ряд проблем и вот нам нужен был выход в том числе к Черному морю и святитель Митрофан он всячески поддерживал Петра и вот когда Петр приезжал в Воронеж он проводил там много времени наблюдая за вот вот этими верфями обустрая вот это адмиралтейство то святитель Митрофан он однажды вообще всю епархиальную казну отдал Петру первому там что-то около чуть ли не шести тысяч рублей было все что было вот нажертвовано скоплено сохранено и все это отдал на строительство флота и Петр просто недоумевал как это так вот человек вообще ничего себе не оставляет и все отдает на вот такое государственное дело и потом кстати когда взяли Азов турецкую крепость на Азове вот уже так сказать подошли фактически к югу то Петр Первый даже вот решил чтобы святитель Митрофан он носил титул епископа Воронежского и Азовского вот за его такие вклады поддержку и неоднократно но святитель Митрофан не соглашался с перенятием нравов западных и вот сохранилась история как когда в очередной приезд Петр приглашает его к себе епископа а тот ходил пешком и вот он пешком приходит а смотрит в этом дворце там вдруг установлены статуи языческих богов ну видимо это были просто как бы произведения искусств с такими античными сюжетами и видимо как бы полуобнаженные такие статуи там я уж не знаю там Зевс там Афина или кто еще и святитель Митрофан как увидел тут же развернулся и ушел он не стал входить к царю пешком пришел пешком ушел вот Петр видит нет епископа позвал еще раз чего-то он не идет а он говорит вот пока царь не снимет вот эти идолы языческие которые народ соблазняет я к нему не приду а тут Петр то он горячий был человек он вспыхнул я же его казнить могу за то что он ослушался вот пригрозит ему смертью ну опять к нему приходит говорит что ну что ж тело мое конечно оно подвластно государю но душа моя всецело служит богу но и государю было бы более правильно все таки сохранять благочестие и не творить вот соблазна перед лицом народа так он передал примерно вот не пошел и в общем потом слышит Петр как звонит благовест колокол раздается а это к чему и говорят да это вот святитель Митрофан он готовится к смерти ну тут уж Петр совсем размягчился велел чтобы убрали эти статуи с глаз долой пригласил опять к себе святителя Митрофана тот пришел и уже они тогда так вот спокойно добродушно пообщались и святой Митрофан поблагодарил его за то что он вот исполнил такую просьбу и в общем-то тут мы видим что да он был очень добр благочестив но хранил искреннюю вот верность правилам церковным и сохранилось его завещание в котором он это тоже заповедует и в частности он также заповедует читать священное писание вот у нас библейский портал экзигет а для чего для того чтобы мы учились читать священное писание и он говорит что святитель Митрофан говорит что чтение священных писаний отверзает небеса вот хочешь чтобы тебе открылось небо царство божие чтобы объятия небесного отца тебе были открыты то ты сам открой священное писание читай наседайся потому что это и есть вот та золотая связь души человеческой с духом божиим хочешь стяжать святого духа читай священное писание и конечно же вспоминает таких святых людей молись им как святитель Митрофан Воронежский и вот он прожил уже фактически восемьдесят лет и потом когда вот уже перед смертью это 1703 год то он попросил чтобы его постригли великую схему и в схеме он принимает имя как раз Макария в честь преподобного Макария Унжинского или Желтоводского того святого которого он очень чтил и попросил чтобы его хоронили именно не в епископском облачении а в схемническом облачении то есть в таком вот строжайшего монашества облачении и вот когда он отошел ко Господу то сообщили Петру а Петр как раз тоже ехал в Воронеж и он ускорил свой приезд и скорее вот приехал и чтобы именно вот участвовать в похоронах святителя Митрофана и когда состоялось отпевание то Петр Первый сказал что вот будет очень стыдно вот если я сам лично не понесу гроб святого вот этого епископа нашего и это наверное единственный случай в истории когда царь когда император нес сам сам участвовал в несении гроба епископа простого епископа и Петр тоже участвовал нес на себе гроб Митрофана Воронежского и после похорон святителя Митрофана Петр Великий сказал да не осталось у меня больше такого святого старца и произнес это он со скорби с печали то есть он почитал его именно как старца и как святого человека и вот прошло много лет его похоронили в крипте при соборе прошло много лет и когда уже в 1832 году решили перестраивать собор то открыли мощи и оказалось что они нетленны и оказалось что многие люди получают помощь от этих святых мощей исцелялись больные да там те кто одержимы освобождались от злых духов в общем разные проблемы у людей проходили и собрали очень много сведений и решили прославить в лике святых святого Митрофана Воронежской в 1833 году вот состоялась канонизация а я скажу вам что во время синодальной эпохи синодальная эпоха это когда это фактически 18-19 века и начало 20-го то есть больше 200 лет когда не было патриарха а синодом управлялась русская церковь то канонизации практически не было около 10 святых всего лишь было прославлено за эти два столетия потому что все под государственным надзором и государство очень там ну так бюрократически относилось с волокиты документально и не особо стремились прославлять новых святых и однако святитель Митрофан он вошел в это число так же как допустим святой димитрий ростовский инокентий иркутский там еще некоторые другие преподобный серафим саровский тоже с большим трудом но удалось его тоже добиться его канонизации и вот святитель Митрофан воронежский был канонизирован и когда при прославлении уже воронежский тоже епископ антоний хотел облачить в новые одежды в архиерейские вот он было понес уже в храм чтобы положить на мощи святого Митрофана то вдруг почувствовал такую странную слабость вернулся в келью и вдруг услышал голос ненарушаемое его завещание как вразумление такое и тогда он пошел посмотреть там где вот лежали вот эти вот облачения и вдруг увидел там схему великую схему которую облачают вот этих вот великих схимников а ее до этого принесла какая-то монахиня непонятно почему пожертвовала и тут он стал разбираться и вспомнил увидел что перед смертью святой Митрофан как раз велел постричь его великую схему и похоронить в схимическом облачении поэтому он вот эту новую схему принял епископ отнес и положил на мощи святителя в них в эти облачения схимические потом его облачили и вот так вот он и стал покоиться и поныне происходит очень много чудес есть в Воронеже Митрофановский источник считается что туда приходил святитель Митрофан молился около этого источника многие тоже получают исцеление очень много сведений о том что люди которые вот искренне молятся святителя Митрофана в семейных бедах в каких-то болезнях даже в каких-то житейских простых делах они все получают помощь но нужно и самому постараться исправить свою жизнь вот о чем мы говорим святитель Митрофан если вы хотите чтобы Господь помогал вам в чем-то то сами постарайтесь хотя бы немножечко стать поближе к Богу исправить свою жизнь и тогда помощь Божия она придет сама еще вспомним из его завещания его духовного завещания которое он как раз в конце жизни оставил такое универсальное правило как жить чтобы спастись и вообще чтобы тебе хорошо было и в том числе здесь на земле святитель Митрофан говорил так употреби труд храни мерность богат будеши воздержно пей малый яждь здрав будеши твори благо бегай злаго спасен будеши то есть ты употреби труд трудись трудись и ты не будешь в нищете кроме того если ты трудишься то старайся соблюдать меру умеренность и это поможет тебе сохранять то что ты наработал такой человек не будет жить в бедности а хочешь быть здоровым соблюдая воздержание потому что многие болезни они из-за чего из-за неумеренности из-за того что невоздержанно ешь невоздержанно пьешь и тем самым вредишь сам себе ну а если в конечном итоге хочешь спасти свою душу то что бегай злаго то есть избегай избегай всего злого особенно в мыслях в чувствах своих и твори благо да то есть делай доброе делай благое начиная со своего собственного сердца со своих мыслей чувств а потом в словах только доброе и в делах тоже пусть сияет вот это вот божья правда божья любовь и добро остается нам только от всего сердца обратиться с молитвы к святому угоднику божию святителю отче митрофане моли бога о нас аминь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео